Виталик, я тысячу лет тебя не видела. Это просто встреча век, понимаете? Мы с Виталиком встретились когда-то, помнишь, на каком-то мероприятии? Но это было так мимолетно. А сейчас... Эхей! Ну что, ностальгия ударила? Не знаю, как вы, но я очень долго ждала этой встречи. А прежде чем мы начнем вам разбивать сердечки, розыгрыш. Мы с Виталиком сделали очень горячую фотографию. Я считаю, лучшую. И в честь 8 марта мы решили разыграть 100 таких открыток. А самое что прикольное, с нашими автографами. Ну а еще у издательства Рассмен я выбросила офигенские комиксы для розыгрыша. Будут три победителя, и каждый победитель сможет выбрать два любых комикса. Выбирайте Харли Квин. Условия розыгрыша, как всегда, просты. Вам нужно быть подписанными на канал Курага, а также быть подписанными на канал издательства Рассмен, а в комментариях написать любой ностальгический комментарий. Итоги будут через две недели, и такой получается 103 победителя. Я в шоке. А теперь смотрите горячее видео. Ребята, всем привет! С вами канал Курага. Всем привет. Женьки сегодня нет, но есть я и Виталик. И мне кажется, это просто горячая встреча. Сегодня мы с Виталиком хотим посмотреть какие-то моменты из сериала, но в первую очередь, конечно же, мне кажется, все вы, КВМ-овцы, которые пишут мне в директ, КВМ навсегда, КВМ форево. Вам, наверное, интересно, и мне очень интересно, как дела у Виталика вообще. Виталик, расскажи, куда ты пропал? Работаю онлайн, преподаю актерское мастерство, помогаю стать людям актерами, ораторское искусство преподаю, помогаю подготовиться к вступительным экзаменам в театральные вузы Москвы, консультирую по поводу кастингов, по поводу видеовизиток, мастер-классы, концертные программы веду, конкурсы красоты, театральные фестивали. В общем, несу добро людям, делюсь своим опытом и мастерством. Девочки, сейчас мы с Виталиком ответим на самый главный вопрос. Были ли когда-нибудь мы с Виталиком вместе? Чего молчишь? Вам и говорили. Ну да. А я уже сказал когда один раз. Что сказал? Он сказал нет. Ну конечно нет. Мы с Виталиком всегда снимались. Я, кстати, благодарна Виталику за то, что мне было с тобой очень комфортно работать. Потому что тогда, когда начался сериал «Ранетки», мы еще все были не актрисами вообще. И Виталик, я помню, мне очень сильно помогал. К концу сериала девчонки уже стали полноценными актрисами. Нам даже учить их не приходилось. Они уже сами знали, как дать текст, как расслабляться, потому что это тоже все важно. Ну может быть там сценарей, да Ваню надо было поручить, да-да-да, она лошадя, а можешь покататься, научиться. Танец там, вокал какой-то. Ну вокал у них там, вот это. Ты фанул от съемок вообще всего сериала? Да я всегда кайфовал. И самое кайф было. Я переехал жить в Кожухово, а это рядом с той школой, где мы снимали практически два года. И я вставал за 10 минут на работе. Я помню, я завидовала тебе. Для Москвы это просто был кайф неописуемый. Я за 10 минут вставал, завтракал, и выезжал, приезжал. Самое классное для Виталика было, не для нас. Мы приезжали, и бывает такой разброс сцен, что утром у тебя сцена и вечером. И что ты делаешь? Ты сидишь целый день и ждешь в гримёрке, потому что может быть смещение, кто-то опоздает, кто-то что. Я смотрю, Виталик пошел. Я говорю, Виталик, ты куда? Я домой на обед. Честно, КВМ гремели. Ну, это бомба была. Ты что, я выходила на концерты, ползала, кричала Лена, потому что они были просто фанаты КВМ-овцы. Я вас очень люблю, и вам привет от нас. Мы вас очень-очень-очень любим. Я не знаю, почему никто не сообразил дальше про нас что-то снять. Я, да, я не знаю, почему так. Ну, по моему опыту, да, по моим наблюдениям, это всегда неудачно. Даже вот этот сериал «Знаменитые друзья», который я просто обожаю. Когда Джоу я снимался с какой-то сериала, они его даже никто не слышал, никто не знает. Он был какой-то вообще усреднённый, они пытались продлить его линией куда-то дальше, и она никуда не пошла. Не надо. Да? По-моему, даже с «Знаменитой» уже перетянуто было. Признайся честно, мне приснилось, или мы с тобой правда об этом говорили? Я тебе предлагала, и ты так поюморила, сказала, что «А что дальше-то, Лена, снимать?» Ну, только если... А, было? Абдулла стал геем, помнишь? Ну, если только Абдулла, да, стал геем, а ты пытаешься его вылечить. Был же, да? Ну, и летом не приснилось. Слушай, может быть, это не я говорю. Он разговор был про продолжение снимать. Я лично не знаю, что там снимать. Ну, в общем, неважно, что снимать. Не, пойди, можно было снять, да, ну, там, Ленка стала суперзвездой, Степнов оказался там где-то за бортом, так может быть что-то такое. Ну, ты представляешь, это надо стадионы собирать. Ну, ты представляешь, если бы нас судьба как-то развела, подожди, ну, судьба как-то нас развела, и сериал или фильм, фильм лучше, конечно, настроиться на том, что мы пытаемся с тобой сойтись. Нет, ты знаешь, я считаю, что это шедеврально. Да, какой-нибудь военный конфликт, куда он уезжает, и она, ну, как декабричка поехала за ним. Вполне возможно, такая трагическая, серьезная уже взрослая развязка, такая может быть еще. Режиссеры, имейте в виду, как бы я свободен для съемок, Виталик тоже, поэтому, если вы нас ведете в каком-нибудь сериале или фильме. Ну, это надо хорошей сценаристом. Да, это будет плохо. Давай посмотрим моменты, потому что их очень много, у меня есть к тебе вопрос. Сейчас мы посмотрим с тобой. Почему вы вчера убежали? Маленька, я же говорю, так нельзя. Что нельзя? Вы же теперь не мой учитель, а я не ученица. Скажи, Виталик, как ты считаешь, взрослый учитель и ученица, это норм? Ну, это какой класс. Если третий, второй, то не норм. А если, ну, вот, до 70-х? А если 50-й, 11-й, я думаю, так и возможно. Это когда разница, правда, второй класс и институт, да, это, ну, это жесть, конечно же, жесть жесточайшая. А когда уже 11-й класс, там уже вот эта разница не так сильно ощущается. К 20-ти годам так вообще уже эту разницу никто не замечает, практически. Я уже молчу про 40-50 лет, там, и 20-ка, может быть разница. А как ты оцениваешь нашу с тобой игру вообще? Давай не здесь. Я, например, не могу смотреть на себя в первом, втором сезоне сериала «Рометки». Спасибо, я тоже не могу. Вот мне эта сцена не нравится. Не нравится? Нет, ну, не то, что не нравится, я вижу ошибки. Во-первых, мне эта кофта не нравится абсолютно. Ну, нас одевали вообще, что-то... Он меня бесил просто. Подрубарь, рубарь, ну, физрук может быть, но все равно это не буртальная абсолютно кофточка и есть косяки актерские. И ты, кстати, делаешь те же самые ошибки, глядя на меня. То есть не я виноват? Нет, конечно нет, это эмпатия. У меня был образ. Это эмпатия. А что бы ты изменил? Меньше поглядывался. По сторонам? Да, слишком много оглядываний, это прям ошибка стопоцентная. И вы перестанете выгна мучить ребят. Но здесь можно было бы дать немножечко больше вот этого... А вот здесь на паузу надо бы побольше дать. Посмотреть на его реакцию, что он ответит, а потом только уходить. А то ты сказала и убежала. Самая главная сцена, я считаю, сериал «Воронетки» это поцелуй Виктора Михайловича и Лены Кулеминой. Помнишь, одним дублем снималась? Это безобразие. Нет. Не хочу. Знаете? Нет. Ну, здесь не плохо играем, или нет? Знаешь что? Вот я хотела у тебя спросить. Как мне кажется, весь поцелуй на мне. Ну, так оно и было. Почему ты не подыгрывал мне тогда? Или это была фишка, что как бы ты сдерживаешь себя? Да, естественно. Потому что это было бы взрослый мужик. Девчонка может себе позволить эту смелость какую-то такую. Потому что юношеский максимализм, горячность какая-то. А он же все-таки побаивается. Во-первых, правда, на уровне уже, на грани криминала. То есть, если я себе позволю, это будет больше, чем надо, да? Да, и естественно, если мужчина в этот момент отпускает вождь, там, ну, это другая сцена получилась. Это было просто, уже можно было в Германию отправлять, и фильм был бы другой жанр совсем. А тебе вообще нравится эта сцена, как она получилась? Мне не нравится, честно скажу, мне не нравится свет, подсветка. Да, это коридор, да, это, может быть, они хотели сделать более интимный свет, но на самом деле в этой сцене главное, глаза должны быть. Дело не в поцелуе, дело в глазах, во взглядах, а глаз-то плохо видно. Важно не сам поцелуй, а взгляды, самое главное. А поцелуй, это уже делать тех, кто-то физик. Все-таки. Как тебе было целоваться со мной? Волнительно. Я очень боялась, Виталик, я очень боялась, для меня было самое, по-моему, нет, я еще с Гуцелом, конечно, целовалась, я еще та. Мне было страшно. Я, когда снималась, в этой сцене меня вот так колбасило внутри, я такое ощущение, что правда это все чувствовало. Ну, я себя сдерживал. Ну, на самом деле, фильм, он на грани фола. Из себя отпустить, мы выпускаем из жанра, и, соответственно, сенс возрастает, возрастло, увеличится, естественно, никто, и режиссер этого не позволит. А играть как-то так, и приходилось вот это все прятать под то, что он педагог, и он, как бы, девочка, и он, как бы, так, немножко сдерживает себя, на самом деле, сдерживает себя только вот в этих целях, чтобы нам потом не зарубили сериал абсолютно. Да, мне эта сцена очень нравится. Но сейчас, когда ты мне объяснил, что ты сдерживал себя, я теперь не обижаюсь. Ее снимали одним дублером. И я удивился, что это одним дублером. Надо было хотя бы пару трубков в ареалку. Так вот одевайся. С языком, без языка. На первое, второе рассчитайся. Первое. Второе. Масленица. Вот стерва. Ты можешь быть режиссером нашего сериала на ютубе. Да я легко. Просто, вот я не представляю себя. наша наша жизнь. Я должен сидеть с другой стороны камеры. Тогда будет мне удобно. Со сцены бежать туда, смотрите, а потом рано приезжать сюда. Не смог бы, да, вот играть? Ну это сложно. И контролировать. Конечно, лучше со стороны смотреть, а не предвзято. Потому что и сцены тоже трудно пойти, особенно после сцены с поцелуем. Да. Бежать еще смотреть на это все. Ты неадекватен. Просто реально неадекватен. Я считаю, что неадекватен. Либо второй хороший режиссер, очень опытный второй режиссер, который этот день съемок берет на себя. Тогда да. Ты ему доверяешь, как бы, спасибо собаке, кто это сделал? А в этой сцене мне еще не нравится куртка, и я себя чувствую дурак в этой курке. Ребята, на одежду не обращайте внимания. А я так обращаю внимание. Каждая деталь важна, понимаешь? Ты чувствуешь себя как бы... Она кандовая какая-то, эта куртка. Это не его куртка вообще. Ну, ты реально чувствуешь себя чужой. Да нет, ну просто одевали нас серьезно, Виталий, не очень, честно. Ты думаешь про куртку, а не про поцелуи? Когда-то снимали в своей одежде, более-менее еще было. А потом начали нам уже давать... Ну, нет, есть одежда Степнова, она еще более-менее какая-то. Ты себя чувствуешь комфортно. Когда, ну, яма не его, как будто, я не знаю, со старшего брата снял, ну, это смешно. Ну, вот это Степнов. Ты его одежда. Держи. Конфеточки принес. По какому поводу? Это тебе. Хороший момент. А я-то что? Что-то мне не нравится постоянно. А, я явную. Дочь, ты же с кем-то еще. Ну, да ладно, она заигрывает со Степновым. Ну, вообще, если честно, по сравнению со мной, конечно, девчонку добрали не мальчик. Ну, я не лично, как ты, если говорю, но то, что ты пошел к ней в сериале, вообще я не знаю. Как можно было променять? Ну, в итоге, ты не променял, конечно. У меня мужчина тоже не променял. А, то есть, ты считаешь, что можно? Стоп, стоп, стоп. То, что я считаю, я совсем другое считаю. Я просто имею в виду психологию мужскую. Потому что психолог, ты должна понимать. Мне кажется, это правильное понимание. Вот я люблю одну, и у других женщин рядом и быть вообще не может быть. Если у меня есть одна любимая, вот это одна любимая, мне кажется, это самое правильное понимание слова. Вот, но я скорее больше так понимаю. Я, да, я одна любимая. Молодец. Ну, я думаю, все мужики такие, и женщины такие. Да, не все мужики такие, Виталий. Ну, перестань. Не все. Все остальное это связь на стороне, это не любовь. Так, подожди. Я что, должен психолог объяснять? То есть, смотри, любовь и связи на стороне, это абсолютно как... Для мужика абсолютно. Косяк самоданных, феминисток, они говорят, мы равноправны, и у нас как бы все одинаково. Ни черта, совершенно все по-другому. Психология абсолютно по-другому. То есть, ты считаешь, сейчас будет война. Я считаю, я просто констатирую, констатирую факт. Ты считаешь, что мужчина может ходить на сторону, а женщина нет? Он не должен этого делать. Нет, не не должен, а может. У него, если мужчина пошел на сторону, у него просто отношения в семье, в семье, да, тоже нарушаются, но нарушается не так, как у женщины. Потому что женщина, если изменяет мужчине, то значит, она его уже не ведет. Женщина изменяет. Она реально изменяет. Мужик, если идет налево, это не факт, что он изменяет. Мужик, если пошел налево, он просто мог на рыбалку сестьать. Все равно, что ты говоришь, если он пошел налево, все равно значит что-то не ладится в семье. Конечно. Как ты считаешь? Я считаю, что это измен. Изменно любая. Это всегда причина. Значит, что-то не устраивает. В его психике что-то ненормальное, что-то не хватает. Надо у него шарики подкручивать. Всем мужика, девчонки, шарики подкручивают. Подкручивать надо, да. Ладно, скажи честно, ты изменил? Я никогда. Молодец. Что тут у вас все обучилось? Районный квартал. Боже, посмотри, ну как можно было меня одеть в фиолетовую одежду? Потому что под обои, понимаешь? Я такая толстенькая здесь. Я похудела на 14 килограмм. Вот эта вот сейчас сцена идет. Я вот сейчас на 14 килограмм похудею. Ну, может, на 12. Подъела. А я не занесал. Зачем это? Я тоже сказала. Да ничего. Посмотри, какая я округлая. Сейчас посмотрел на это. Куда я у него? Мог бы по телефону зашелкать? Спасибо. Удачи не принимаем. Ой, это музыка. Это музыка. Подожди. Я тоже хочу сказать, что... Мне нравится всегда позиция Кулеминой, потому что она сначала такая, нет, не хочу, отстань, не буду. Виталий начинает уходить. Ой, подожди. Я тоже хотела тебе сказать. Вредная пипец. Спасибо, Ильич. Спасибо. Может, тогда до снега не проводишь? Если, конечно, есть линия. Что, допустим? Но у нас все равно классная линия. Я вот прям очень рада, что... Я удивился, да, что... Так сложилось, что вот у нас вот такая линия была. Ой, это уже, кстати, какой-то сезон из последних, да? Мы уже как бы вместе живем. Мы так и красивые. Ну, даже комплименты уже открыты. Ну, Саша, мне могу же первый день протестить. Подожди. Почему же это будет? Ой, здесь мы уже такие с тобой. Семья, семья, семья. Семья, отношения. О, даже целуй. Боже, как я ужасно играю. Сто раз тебя просил, не называй меня так. Ну, мне нравится, по-моему, в общем, даже романтично. А, то есть мы уже с тобой живем, семья, я все равно... Виктору не помню. А, естественно, правильно. Я даже до сих пор в человеке... Ирония. Да нет, это иронизирует она, нормально. Ну, они все придут сами по себе, а я как с папой. А, то есть я стесняюсь тебя? Смотри, как интересно. Нет, там, по-моему, ты не стесняешься. Там, на самом деле, уже пацанов очень много. Можешь так делать. А, что я тебе помешаю? Я говорю, я приду, как с папой. Ты все меня, понимаешь, я комплексовываю, что ты взрослый. Я своих старых не видела, не забуду ничего. Пацаны, живот выходит. То есть я согласен с тебя. Нормально. Я говорю, малыш, нормально, останься дома, я пойду там, надо друзей. Да. Нормальная женская психология. Вот так мужик никогда не сделает, а женщины сделают. Ой, ладно. Нет, мужик может. Да, согласен, может такое, да, учудить. Слушайте, что за бред? Да у вас с ними несерьезные отношения были. Или как это же касается? Молодых теперь называть. Виктор Михайлович, а мне кажется, что он ведет себя как баба. Чего? Что ты скажу? А если тебе в жизни бы так сказали, как бы ты отреагировал? Ну, я бы с пацаном не стал посетоваться. Я бы пошел тут петь. А если твой ровесник бы сказал тебе, что ты, Виталь, как баба, как бы ты отреагировал? Вот в то время, ну, наверное, врезал бы, а сейчас развернулся, так шел. Да? Да. Мудрость. Мудрость. Стоять и говорите, собирайте. Вы мужик или кто вообще? У нас здесь не держался. У чего? А ну стоять! Что у нас там? Нет, что происходит? Ты что, решил залезать? Костюм! Нет, не решил. А что тогда? Почему мне хочется? Вот это уже другое дело. Виктор Михайловичу приоделись. Мне кажется, это мой костюм. Да. Все я ошибаюсь. Я устала ругаться, да, я решил свой костюм принести. Хорошо выглядите. О, я даже там заметила. Да. Профессия не разная. Это мой костюм. Тебе нравится? По-моему, даже... Нет, рубаха не дали. Я вижу, что у вас все хорошо. Я могу идти? Скучаешь вообще по съемкам? Ну, вот именно, может быть, с ранеточным или вообще? Нет. Я, если честно, очень... Мне кажется, история закончена. Да, это история, да. Но, знаешь, я после, конечно, мне очень хотелось. Я даже ходила на какие-то кастинги, мне хотелось сниматься. Но первое время очень, знаешь, было такое клеймо. А ты ранеточная актриса и как бы все. Да. У тебя было такое? Ну, у меня ситуация еще сложнее, потому что... Вот в каких-то сериалах снимаетесь, где вас мы можем посмотреть? Ранетки. И это правда, потому что линия очень большая. И где так вот можно посмотреть, и с той стороны, и с этой стороны. Там даже драки, ну, Ранетки. Даже в других сериалах и фильмах, я не знаю, столько и фильмов. Ну, а Виталь, вот они постоянно говорят, да, что ой, а в Ранетках снималось. Но на самом деле сериал Ранетки был в тот момент просто топовым сериалом. Так что не надо. Ранетки, да, конечно, может быть, отношение к этому сериалу такое себе, но мы были прям взорвали. О, мне тоже нравится сцена. Спи с кем хочешь, ешь с кем хочешь, мне до тебя дела нет. Помнишь? Только я где-то видел, да? Дед, а при чем тут дед, вы о чем? Скажи ему, пусть он сидит дома и романы свои пишет. Пришел сегодня в школу Светки на плетом, в Тригорово. Да как вы можете это говорить про моего деда? Скажи, ему видеть его больше не желаю. И пусть он оставит в покое мою невесту. Вашу невесту? Да. А ты можешь делать все, что хочешь. Спи с кем хочешь, ешь с кем хочешь, и до тебя дела нет. Понятно? Обидел Кулемину. Да деда жалко, дед хороший, добрый. Дед проиграл все. Я слышала, вы женитесь, это правда? Да, это правда, а что? И давно вы решили. Давно, тебе это не является. А ты на зло действовал как-то, да? Ну, или ты правда ее любил? Да, надо было продолжать рассказать. Ты же любил меня? Я чистого сердца это делаю. Ты же вот говоришь мне, что ты женишься, а на самом деле меня это любишь? А вдруг это страсть. У кого, с ней или со мной? С тобой, может, это страсть обыкновенная, а надо нормальную жизнь человеческую, найти равестницу более меня. И со мной он как бы будущего не видел тогда. Ну, факт. Понимаете? Ой, ну эти сцены мне тоже очень нравились, потому что это все вот эти домашние сцены, ты побитый, я побитый. И вот эти все милости, романтика, шрамики там, что-то все было там. Или когда у меня болел, помнишь, я что-то со стула так расстала, и Виталик, он на камине, они такие, ах, как я больно. Холосики. 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 Холосики об этом. Передичь, передичь. А все знаете из-за кого? Из-за деда. Хороший дед, да? Проиграл все деньги. Я пошла драться, потом Виталик пошел драться, потому что менял уже все как бы. Ты что-то встала. Ложись давай. Ты чего? Что знаешь, что? Иди ложись, дуреха. С твоими сотрясениями мозга еще всю неделю валяться надо. Виктор Михайлович, ну вы же со мной как родная мать возитесь, мне уже неудобно. Ой, да конечно, нравится тебе Третьякова, ой, Кулюмина. Я уже сдаваюсь, завтраку через пять минут. Кстати, есть у вас под носом. Да я уже нормально себя чувствую. Да, я уже нормально себя чувствую. Я сейчас залбанусь, мой Марк, так. Не нормально, нормально. Ну это, конечно, это сложная, правда, сцена. Как ему реагировать, что он должен делать, ему же, к этому поводу, это очень сложно. По сожалению, хочешь получиться, будешь меня слушаться или нет. Не говоришь, говоришь, как так. Поцеловаться нужно. Блин, ну... Каоса такая большая. Эти сцены, правда, очень волнительные, чтобы вы понимали. То есть, в принципе, сцены-то как бы несложные. Там нет поцелуя, там нет ничего такого. Но даже сам вот этот поворот, перед тем, как ты это делаешь, у тебя сцена. Виктор Михайлович, вот вы сказали по постельному режиму. Постельному режиму. Леночка целомудренно сказала. Взрослая пристава сделала бы двойное дно. С намеком постельного режима. Я даже сейчас об этом подумала. Виктор Михайлович, у меня постельный режим, я не знаю. Да, да, да. Почему-то вы здесь на кухне. Молодец, она правильно сделала. Никакой пошлости вообще в этом даже не слышала. Не намека. Молодец. Ложись. А то я вообще тебе не стану ничего рассказывать. В том, что вы. Ложись. Что с него? Ложись. Сделать с твоим... Что же надо было сказать? Виктор Михайлович, полежите со мной немножко. Не словом-то пока. Ну да, это было бы по шляти, но, конечно, не смотрели бы люди. Это было бы все. Завтра еще раз хожу. Пожжи. Мне кажется, знаешь, во всех этих сценах люди, которые смотрели сериал, надеялись, постоянно с экраном разговаривали. Виталик, ну поцелуй ты уже ее. Или Кулемину, ну давай же уже. Сериал бы закрыли, точно я. Но мы тянули. Сейчас, наверное, это точно. Мы, может быть, и разрешили. Но тогда, в то время, это первый сериал для подростков было бы нереально. Нету здесь со шрамом, но вы знаете эту сцену. Но здесь мне уже больше нравится, как я играю. Ну, как-то мы, мне кажется, разошлись к третьему сезону. Да, кстати. Что-то мне подставить. Срочно, конечно. Ну, просто, когда ты точно знаешь, что ты делаешь, когда он тебе четко действует, это понятно. Потому что он степен, почему-то он злой, непонятно, почему он злой. Ой, ну знаете, на самом деле, хочется сказать, не знаю, как тебе, Виталий, но у меня прям ностальгия. Приятно это вспоминать, потому что это было действительно классное время, хоть было и тяжело, потому что мы снимались с утра до ночи, и очень много, на морозе, голодные. Когда губы не шевелятся, ты должен что-то прогрессить, как оплотился, а потом губы не шевелятся. Но все равно это было потрясающее время, за что спасибо всем, кто вообще принимал в этом участие. Спасибо тебе, Виталь, большое. Я, наверное, вместе с Виталиком. Спасибо Сереже Арлану, Тоборчуку, всем-всем-всем нашим. Всем операторам, которые присутствовали во время съемок, работали вместе с нами, вообще всей команде. Так же, сами мерзли и за нами ухаживали. И знаешь, кому я хочу передать отдельный привет? Конечно же, КВМ-овцам! Потому что это наше большое-большое сообщество. Я вспоминаю, был форум КВМ, это просто бомбило, разрывало, это огромное количество людей. Знаешь, такая была мощная сила, благодаря просто паре Кулемина и Виктор Михайлович. Я очень рада тебя видеть, прям очень-очень. А это я рад видеть в гостях. Да, я наконец-то побывала у Виталика в гостях. Надеюсь, это не последний раз. Дом был рядом со съемочной площадкой, ни разу не заехал за два года, по-моему. Два года мы там все гались. Еще бы я Лену домой пригласил, и все, и сплетни были бы полно. Я хочу сказать, что я Виталика пыталась найти, пыталась требовать его. Три года. Если кто не знает историю, когда у съемки закончились, мы с Виталиком долго, как бы, ну, не поддерживали контакт, потому что все четыре зашлись. Я пишу Виталику, говорю, Виталик, привет, это Лена Третьякова. Как дела? Он пишет, еще раз сюда напишите, я вызову полицию. Я думаю, боже мой, бедный Виталик. Его на... Серьезно замучили? За полгода. В тот момент, когда был сериал, нас с Виталиком просили подыгрывать эту историю. Помнишь КПРУ, когда ты меня кормишь блинчиком? Ты все подстава, ребят. Подстава, но так сложилось. Это шоу-бизнес. Это шоу-бизнес. Вот скажи, вот, если бы ты сам придумал такую идею, ты бы стал так делать? Подыгрывать? Врать? Я нет. Я бы круче сделал. Я бы сделал еще круче. Мы что-нибудь придумали. Тогда бы и родилась бы новая интернет-сериальная история. Можно было бы там через интернет протащить новую историю. Параллельно. Это была бы бомба, конечно. Я думаю, что мы придумали. Но тогда почему-то не было такого вдохновения. Наверное, не пришло тогда время. Эту сцену снимали без меня. И у нас с Виталиком был незакрытый гештальт. Поэтому нужна версия для нормальных людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай я паную сейчас. Давай. Была сцена, когда Степнов, Гуцула и тебя благословляет на отношениях в спортзале. Не помню, кто снимал. И говорит, ты можешь заплакать? Слезу пустить. Чего? Слезу пустить? Ну да. Блин. Е-мое. А как вообще, если тебе удается, нормально плакать? Сто лет. Так я этого никогда не делал тогда. На тот момент. Я думаю, блин. Ну давайте, хорошо, попробуем. Делаем первый дубль. Пошло. Я такой, ну смотри-ка, могу. Он школу не потерял еще. Класс. А этот, тэп, стоп, там где-то капель свет не тот. Дубль. Да вы что, прикололы? Что-то какой дубль? Готовы сейчас все, нормально, все, свет горит, камера идет. Все нормально? Да. Поехали, делаем дубль. Слеза идет. Стоп, тэп, топ, еще дубль. Дайдите. Дайдите. Да, и там было около 8 дублей. И все 8 дублей я пускал слезу. Потом я, ну сняли, все нормально, все нормально. Все хорошо, все довольны, все довольны. Потом, то ли я в интернете посмотрел, то ли я телевизор специальный, я нашел эту сцену, ни одного цветного плана. Все на общей, на общаке, ну, по-моему, там средний какой-то был, но там ничего не видно. Я думаю, какого, блин, ты так старался? Я вышел, как выжатый лимон из этой сцены, и думаю, и все мимо, и этого ничего, да нет, не осталось. Я думаю, так обидно, блин, ну почему, почему такое отношение? Ну, может быть, где-то там что-то, может быть, банан залез в кадр, и вырезали. Ну, столько дублей злило, и ни одного не вошло, и я в шоке. Это тебя без сценили? Да, и вот это до сих пор на всю жизнь запомнило, блин, как обидно, надо же. Единственная такая, прям, психологически мощная сцена для меня была, и она вообще не вошла. Я такой, йоханы, бомбай. Виталик, я тебе хочу сказать огромное спасибо, я тебя очень рада видеть. А я думаю, что вы насладились этим видео, потому что просто приятно на нас смотреть, неважно даже, о чем мы говорим. А всем пока!